Сегодня в столице прошел форум городов-побратимов, где собрались мэры и вице-мэры крупнейших мегаполисов мира, чтобы обсудить актуальные вопросы развития городов и их роли в современном мире. Участники обменялись мнениями о городском планировании, цифровой трансформации и инвестициях. Как это было, расскажет моя коллега Кунсай Акурмет. 17 мэров и вице-мэров, прибывшие из 13 стран мира для участия в форуме городов-побратимов Астаны, много говорили об успешности проекта переноса столицы. К слову, в рамках форума делегация Индонезии подчеркнула, что хочет перенять опыт Казахстана в смене административного центра, в город Нусантра. Ведь поучиться есть чему. Стоя на рубеже 25-летия, президент Касымжумар Токаев поделился результатами развития города. Магистральный вектор городского развития задает Астана, которая входит в число самых быстро растущих столиц мира. За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в три, а население в четыре раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это серьезный вызов. С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос в более чем в сто раз и составляет сейчас свыше 10% валового внутреннего продукта страны. Сегодня крупные города являются драйверами роста экономики. А для того, чтобы город прогрессировал, необходимо обеспечивать высокое качество жизни горожан. Это прежде всего безопасность и комфорт, что и обсуждали участники. Возможность поделиться опытом это самый большой багаж. На самом деле изобретать колесо нет необходимости. Сегодня будут присутствовать мэры замечательных городов, поэтому я думаю, что их опыт полезен нашим городам, не только Казахстане, но и всем городам Казахстана. Поэтому это прежде всего площадка, чтобы получить какой-то опыт. Строительство подобных парков, где место для досуга найдут и взрослые, и дети, это один из успешных примеров обмена опытом между городами-побратимами. Здесь и скейт-парк, и игровая площадка, и зона для пикника. Все продумано до мелочей. Если в Советском Союзе иметь большую площадь для проведения массовых мероприятий было важным, то сегодня каждый квадратный метр земли должен приносить пользу. Благодаря опыту городов-побратимов, столица с каждым годом трансформирует бесполезное пространство – прогулочные зоны, променады и скверы. А увеличение велодорожек радует не только жителей столицы, но и тех, кто знает в этом толк. Зимой я хожу пешком, с работы домой и наоборот. А летом на велике. Вы знаете, наверное, это наш национальный способ, вид транспорта. И я очень рекомендую еще больше вложить деньги в эту инфраструктуру. Пешеходы тоже ходят просто на велодорожках, просто не понимают, что это определенная дорога. Ну, это совершенно понятно, это начало. Но надо работать на этом. И поэтому мы организуем такие мероприятия. Не только в Астане, но тоже в Алма-Ате. Мы были в октябре, в ближайшее время в Семей. То есть повсюду мы это рекомендуем. За первый день работы форума было подписано несколько важных документов. Акимат Астаны и международная компания в сфере искусственного интеллекта договорились о сотрудничестве в разработке проектов цифровой трансформации. Это интеллектуальная организация городского движения, коммунальных служб и энергоресурсов. Кроме того, подписали две декларации о разработке и реализации научно-исследовательских проектов по благоустройству и озеленению Астаны.